Но на мне уже одетая осень-зима из магазина нашего любимого стаги. А как я могла вообще сомневаться? Плащ рыбака. Вот когда так. А что неплохо? Такой микс женского и мужского Будем новые тренды. Немножко цвета. Очень хорошо. Они какие-то тысячи стоят. Эти жакеты с накладными карманами. Именно замшевые, бежевые, шоколадные, немножко потертые. Поверьте, в тотем даже они будут стоить больше 2000 евро. А The Room 5, наверное, все, 6. Дай цену, раз уже жопку показываешь, покажи цену. Друзья, привет! Вы на канале Шин Ши. Мы не будем опять Карина, Валерия. Вы так знаете. А для новеньких узнаете. В общем, знаете что? Несмотря на то, что начался сентябрь, у нас в Риге 30 градусов, все на море. А мы с Кариной решили прошерстить магазинчики и посмотреть осенние коллекции. Да? Ты уже была? Видела что-нибудь? Ну, на мне уже одета осень-зима из магазина нашего любимого стага. А как я могла вообще осомневаться, пропустить? Я была в первых рядах. Нет, конечно, не очень настрой в такую жару ходить по магазинам, но мы решили снять выпуск уже, посмотреть, что там нам предлагают магазины, какие тенденции. Ты вообще изучаешь тренды? Никогда, но поскольку я всегда в социальных сетях, мне уже намелькалось. Я немножко уже так понимаю, что происходит. Насмотренность, да? Да. То есть, если сегодня я буду заходить в магазин, я, естественно, буду уже вторым глазом, третьим глазом смотреть на тренды. Да. Одни у меня такая типа, у меня все равно. Ну, они же тоже не дураки, они же уже тоже все с тенденциями заходят. Да, конечно. И масс-маркет, и я считаю, друзья, например, что сегодня в моде не существует рамы каких-то определенных. Вот носим такие джинсы, такую обувь, такое пальто. Можно носить все. Любые джинсы, палацца, трубы, завышенная талия, заниженная талия, клеш, кстати, очень. Любые цвета. Ну, есть, конечно, какие-то цвета, которые предлагает корпорация, которая диктует вообще дизайнерам моду. И зеленый, вот как раз такой красивый цвет будет в моде. Сливочный, бургундия, серый. Да. Слушай, я знаю, что, да, розовый тоже не ушел, просто он ушел этот яркий. Этот барби. Барби ушел. Да. Но розовый тоже остался в коллекции. И очень красиво его сочетать вот именно с этой вишней, с бургундии. Да. С серым. Такое можно замиксовать. Ну, я знаю, ты любишь более моно... Нет, нет, я люблю два цвета. Я люблю, да, монохром, но я два цвета с удовольствием сочетаю. Я точно знаю, что в моде овальные, покатые плечи ушел этот квадрат. Ужоль. Да. Мы такие все округляемся. Да. Что, кстати, извини, перебиваю, радует. Все-таки образ сайт никуда не ушел. Но мода нам начинает предлагать более женские, женственные силуэты. То есть, жакетики уже приталенные. Даже если у нас широкие брюки, вверх должен... Да, даже если большие плечи уже... Узенькое внизу, да. Можно какое-то платье-русалку, как я их называю, надеть. И с каким-то тем же бомбером оверсайз это будет и актуально, свежо, и тенденции. Да. Я знаю, что много кожи. Я знаю, что очень много замши. Да, замша, да. Шоколад. Еще я обратила внимание, ну, Зара же она моментально повторяет. Я уже даже кое-что прихватила. Такое бохо началось. Такие семидесятые. Я такую купила на одно плечо, такую разлетайку. У нас сегодня какой магазин? Я первый раз в этом магазине. Да. Мы не делали с него обзор, но у нас в Латвию прошлой зимой на латвийский рынок зашел аркет. И мы начнем сегодня с аркета и посмотрим, что аркет нам предлагает. Мы сейчас сидим на террасе, пробуем этот вкусный напиток. Эту вкусную воду. Идем на шопинг. Морально готовимся. Да. Я уже в коллекции осень-зима. Уже в новом, да. Да. Расскажи поподробнее. Да. Хенрик Випсков. Рубашечка, да? Да. И джинсы. Зелененькая. Водная клетка. Да. Сейчас клеточка. Кстати, цвет такой в стиле, сочетание цветов в стиле Дрис Ваннот. Она вообще мне не очень подходит в сочетание. Но мне кажется, очень неплохо еще и с этими очками. Ты поменяла стекла? Да. Я поставила стекла. У меня минус 2. Оставайся в этих очках. Да. Что еще тут? А, джинсы тоже, кстати, узнаваемая модель. Кривоножки вот такие. Это Хенрик Випсков. И я, представляете, друзья, насколько я терпеть не могла эти кроксы, особенно эти розовые, с какими-то там навесами, обвесами. И вот эти, на кавычки, ММ6, я все-таки подумала, что не то, что они не такие страшные. Они, конечно, страшные, но они цвета хорошо дополняют. Да. И моя лимитированная сумочка ОЭВА вместе с японским салоном в керамике. Они делали таких. Немного их всего. Что еще? Что еще? И мой чок, и мои подружки. Ты так и не узнала, что это? А она сама не знает бренд. Это No Name. Отлично. Что-то красивое, от души, но недорогое. К шоппингу готова? Да. Я прям максимально... У нас же такая жарища стоит. Я максимально облегченный вариант для шоппинга. В последний раз я, наверное, надеваю летнюю юбку. Это Zara. Такая интересная. Я в ней уже появлялась в литовском выпуске. Майка Анин Бинг и шоппер, на которой я очень грешила и думала, что я буду ходить с ним только в магазин за картошкой. Проходила с ним все лето от Келвина Клайна. И очки в стиле Кубарау, но не Кубарау. И марджела. Таби от марджела. Хорошо. А вот и все. А вот и все. Как сказала Карина. Помнишь, мы когда были на открытии, в этом магазине были нереальные гардеробные. Ты еще не могла их забыть, ты все время говорила, да? Да. Тем более у меня наконец-то я созрела сделать одну единую гардеробную, а не бегать по этажам. Просто сейчас самые модные. Они во всех пинтерестах, во всех инстаграмах, да? Да. Именно даже из этого магазина я видела гардеробные в инстаграм уже где-то. А потому что, мне кажется, в Латвии никто и не делает больше, да? Так. А ты-то вообще у нас в процессе покупки квартиры? Тебе вообще надо все смотреть. Да. И у них сейчас, наверное, с того момента, как мы были, с открытия у них обновления товара, экспозиции. Пошли посмотрим. Да. Вау. Мне нравится. Ну, знаешь, у меня один вопрос. Валер, так я думаю, сколько мне таких гардеробных надо в дом? Я предлагаю тебе все стены поставить гардеробные. Я хочу вообще одну комнату полностью. Она у меня такая, как бы, бюро. И она поделена часть гардеробная, а часть бюро. А я хочу это все задействовать. Да. И, кстати, вот эти вот панели не будут создавать загроможденных шкафов. Загроможденности, да. Вау. Кайф. Супер мечта. А мечты должны сбываться. Слушай, мне очень нравится это решение с декоративными панелями для дома. И мне очень нравится, что это дерево, такое ощущение натуральности. И главное, я узнала, это изготавливается в Латвии. И плюс, если у человека нет фантазии, нет идей, то есть из чего выбрать. То есть есть предложение по дизайну. А если у тебя есть какие-то свои задумки, то тоже можно реализовать в жизни. Это вообще прекрасно. Я считаю, что для пространства, для дома, для квартиры это очень-очень большой элемент дизайна, который будет прямо делать все настроение. Да, это дело, да. Так это не только для дома, это вообще можно для любого процесса. Ну и любого процесса. Офис, да, это красиво. Все мраморные столы покрыты эпоксидной смолой, что очень важно. Она служит защитным слоем на случай пролитого кофе или вина. Здесь вообще есть что выбрать. Во-первых, это мой цвет любимый. Кстати, ты знаешь, что это сейчас самый модный цвет сезона? Такой лесной зеленый, приглушенный. Как я называю его? Цвета мокрого крыжовника. Кто-то мне сказал, что, Карина, у тебя глаза цвета мокрого крыжовника. Это итальянский. Мне сказали, что он модульный, можно двигать, когда приходят гости. Да, вот какой-то такой трансформер. И, конечно, я лично выбираю только текстиль уже для дома. Никакой кожи. У меня, кстати, никогда не было кожаной мебели. Мне никогда это не нравилось. Но это вкусовщина, дело вкуса, друзья. Мне кажется, у меня цвет просто... Да, кстати, забирай. Мне очень нравится. Я выбираю вот эту софу. Посмотри, как интересно задрапирована ткань. Такая бархатная, уютная. Такая, я бы сказала, тактильная, женственная. Мне нравится. Бадуарная. Бадуарная. К твоим туфлям. Это сейчас самые модные кресла. Они, кстати, очень тяжелые. Такие овальные, да? Да, да. Форма. Сейчас проверим. Удобно. О, какая-то. Удобно, да? Очень, очень, очень. Я всегда думала, что, знаешь, как бы, чем меньше спинка, тем менее удобно. Ничего подобного. Все прямо как нужно. Удобно. Всем пока. КОНЕР Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Какие-то вонючки Карина, ну что, предлагаю Попримерить пару Пару образов Прям смиксуем в мужской и женский отдел Да? Давай Выбираем? Встречаемся в женской раздевалке А скажи, что за лучок Да, мужское пальто Интересно Никогда не обхожу Не прохожу мимо Мужского пальто Люблю очень Ты такие нашла широкие джинсы Да, очень красиво Да, такие мягкие Базовая маечка И я выбрала вот этого Бургундия Сюда Ты будешь смеяться? Я такую же схватила Ничего, не буду смеяться Все нормально У нас частенько бывают Такие вещи Немножко мятое пальто Так, давайте поближе Поближе лучок Заснимем потом все цены Артикулы Вот как и так А что, неплохо Такой микс, да? Женского и мужского отдела Да, женского и мужского отдела Да, отлично Меня все просят Когда я начну подчеркивать формы Итак Брюки актуального цвета Неплохо сидят Если их еще отгладить У них такая плотная Плотная, хорошая ткань Добротная такая Хорошая посадка Я себя хорошо чувствую Это 36 размер И так Поблипочку Такой топ Я здесь, кстати, очень люблю Эти все топы Они супер качественные Такой поясочек Не моего размера Потому что они здесь все очень большие Ты это все Запсиховала тонким поясочком А-ля Hermes Я пока Конечно, здесь хотелось бы и шаль И, может быть, перчаточки И сумку Я просто хочу показать Базу Базу, да Все Видим дальше Тоже никогда Классика Этой осенью Как-то так Ну, конечно, другая Но то, что было здесь Очень мрачненько Мы тут, по-моему, могут Ну, все такое, да Мрачненькое Аркет такой, да Он очень скандинавский Кстати, неплохо Коричневый У нас, как-то слишком много Этой Третий цвет Даже что-то в этом есть Хотя не третий Черный, серый Бордовый Бургузи здесь хорошо Но нужно попробовать сюда Вот этот Сливочный цвет Который очень Тоже актуален В этом году будет Чтобы не такая мрачная осень была Нас же еще ожидает Бабье лето Удивила шапочка тебя? Да Похулиганить решила Слушай, ну такую вообще Базу-базу Я бы так ходила Вот прям каждый день Я отрыла Смотри, какие ритузики Да С натурального состава Хотела сначала рубашку Одеть многослойно С рубашкой Потом джемперс Мужского отдела Но так жарко Это просто я не выдержала И вот такую вот Модного цвета Как у тебя Я тоже цапнула сумку И шапуську такую Сейчас попробую наверх Еще плащ Ага Давай Хорошо Твои цвета Ты думаешь? Осенние такие Да, очень уютные Слушай, как интересно Очки словили цвет шапки И заиграли тоже бордову Да, да, да Вот такие два варианта Сейчас я попробую Буду что-то другое Неплохой это, да? Такой минималистичный Мои клоунские Все Клоунские кроксы Забирают все внимание Сливочно-молочным освежили Это все Мрачна Лучше, лучше, лучше Сумочка такая шлавливая Получше Да, макая Так мне больше нравится Такой город уютный Конечно, очень красиво Здесь можно сделать вот так поуже И ты уже будешь визуально выглядеть уже А то я как всегда Закрутила, замотала И спрятала свою фигуру Добавила просто На этот же Убрала рубашку Добавила этот короткий Как сейчас модно Тренч? Тренч Но у меня не все Немножко Цвета Немножко цвета Очень хорошо Такого Я бы, может быть, и ходила Я еще подумаю сейчас Как шар покрутить Но вот то, что Вот этот вот И сапог, наверное, по колено Все-таки лучше, да? Да, конечно, наверное Другие ботинки И закиески немножко Да Но я в эти ретузы влипла Я обратила на них тоже внимание Но увидела, что у нее У тебя в руках И не стала брать Мой любимый хаки Под цвет моих глаз Всегда очень хорошо Молочная Молочная Ты раздобыла ботинки? Я поменяла ботинки Которые здесь были Можно с этой сумкой Кстати, вот этот свитер Мне напоминает вообще Мою молодость Потому что здесь юность Даже не до детства Здесь шалевый воротник Вот такие носили Мужчины Но это из женского отдела На самом случае Такие интересные брюки С запахом Кстати, да Такая Интересная такая изюминка Да, да, да Есть что-то в этом И, кстати Чтобы немножечко добавить цвета Вполне себе Песочная замша Мы говорили уже Что замша просто Пик Ее не обязательно покупать Узероу Или тотем Но ты посмотри Какие элементы Семидесятых Везде прослеживаются И тебе свитер Напомню У меня сумки Да, да, да Сумка, кстати, Мне такая интересная Неплохая, кстати Носибельная сумка И она так Освежает образ Мне кажется Да Мне кажется, да Слишком уже все зеленое Да, да, да Однотонное И все такое Мне нравится Да, это самое Мне кажется Может тоже удачное Да То, что я, наверное, носила Еще я подобрала Подобрала бомбер В цвет тоже Опять этот тотал Покажешь? Да, сейчас я его накину Ну, такой вариант Мне очень нравятся Вот эти, конечно Сейчас Жакет Бомбер Рабочая рубашка Их называют Тоже хорошо И не будьте, что Немножко вот это По цвету Они не ругаются Эти оттенки могут быть Но брюки Большие Можно найти свой размер Но Мне кажется Очень осеннее Такое Уютное Сочетание цветов Ну что за рыбачок пришел Да Рыбачок Уже второй год у нас Эти Рабочие Рыбацкие Рубашки А сейчас уже тренч Это женского отдела А? Это женский отдел Это женский отдел, да Я подобрала С денимом верхом Таким И вот такие Леггинсы Ну, обувь, конечно Тоже все другое Хотя Вполне себе С небольшой С сумасшедшинки Можно сюда добавить Да Рыбак так рыбак Что уж Ну что делать Мне кажется Очень элегантный рыбак Да Завышенные Видите Леггинсы Такие Чтобы удлинить ноги Я чуть-чуть Заправила здесь Да Чтобы линию ног Поднять Конечно Хочется Другую Немножко Обувь Другая Да Ну Выбор здесь Вообще Нет обуви Сразу говорим Ну Что скажешь Про В общем Про Магазин Ну Честно Кост Мне все Она больше нравится Хотя Есть Здесь Такие Интересные Немножечко Что-то Можно Найти Я Запала На Эти Ритузы Серые Мне здесь Очень нравятся Все Свитера И Джемпера Все Пока Все Ну Мне Из коса Брюки Вот эти все Палацци Широкие Лучше сидят Здесь Как бы Размеры Общества Его не нашла Но Все же Такие Дрыщие Такое Это тоже Сливочное Масло Вот это Ну да По сути Да Дай цену Раз уже Жопку показываешь Покажите Итак Цена Штанишек Брючек 79 евро Ну что Мы перемерили Такие Одно удовольствие Поработали Чуточек Это еще Унесли Половину Да Поработали Субтитры подогнал «Симон» Мы говорили, что замша этой осенью рулит и в «Массимо Дусе» не отстает от трендов. Посмотрите, какие классные. У тебя такой почти тотальный замш, да? Да. Вот я выбрала леопардовую рубашку, которая тоже не остается у нас в тренде. Взяла размер больше, «М»-очку, мне хотелось такого объема. Я вообще недавно выяснила, что у меня леопард к лицу. Да, кстати, да. Как оказалось. В которую я всегда бежала. Боюсь, что я с этой юбкой и уйду. Юбка хороша, да. Я представляю, как она приятная. Она очень. Такого цвета благородного. У меня этот магазин оказался достаточно унылым. Музыка очень. Поэтому я знаю, что решила примерить. Просто базовые какие-то маечки. У них отличные, у «Массимо». На джинсы наступают. Джинсы, кстати, неплохо сидят. У них цвета такой, у меня такого никогда не было. Хотелось бы немножко женственности. Что-то да, ты сегодня совсем женственная. Массимо дуется. Как никогда. И в таких вот, опять на одну ногу, борцовочках. Мне кажется, это вот эту такую паутиночку. Это все сбалансирует. Сбалансирует, да. Чтобы не слишком ты уже женственная была. Ты хочешь сказать, что ты себя комфортно чувствуешь в такой... Вообще при... Она настолько приятная. Не, я верю, что она приятная. А что ты... В этой блюзе? Да, это твое, да. Да, я люблю. В жизни. Люблю иногда такое женственное одеть на себе. Ещё одни удачные джинсы и менее удачный топ. Хотя у него потрясающий состав. Это даже эсочка. Но выглядит как будто... Ну, эксцесс мне в груди не подходит. Ну, у тех, кто не хочет акцентировать внимание на талии. Под... Ну, такая базочка, под ничего. Ну, рубашку какую-то образцовую. Она очень приятная. Но брюки, джинсы просто великолепно сидят. Великолепно. Они длинные, я в этот раз запутала. Да, даже ты загнула. У них такая удивительная, удивительная такая правильная прямота, да? Редкая такая. Смотри, я, Валерия, для тебя очень давно в Массиме Дуте открыла джинсы. И часто покупаю, потому что действительно очень хорошая посадка. Поэтому я сегодня играю в замшевой юбке и показываю, какие варианты можно сделать на осень замшевой юбкой. Наверное, её надо иметь в этом году в обязательном гардеробе. Вот с таким уютным кардиганом. Кстати, он не колючий. Приятно. И опять принт животного. И освежающая белая маечка. Мне нравится. Вот так бы я тоже ходила. Объёмный кардиган. Ну, очень, 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 очень. Приятно, да? Приятно, да. Мой фаворит, мне очень понравился. Посмотри, эти укороченные силуэты, которые так модно. Он очень приятный, он очень лёгкий. Мне нравится, что он большого размера. Эти покатые плечи. В общем, цвет такой холодненький, такой хороший. И я влюбилась в эту сумочку. Супер просто. Какая она мягенькая, идеально сделана. Как всегда, эта кожа, которой нет ни запаха, ни чего. Мася, идут все по коже. Молодцы, молодцы. Молодцы, молодцы. Учитывая, что мы в маленьком бутике, в малюсике. Да, в самом маленьком бриге. Мы видим просто самым маленьким, да. Да, ничего. В общем, этот образ вот я бы забрала. Тебе очень к лицу этот цвет, Валерия. Да. Очень красивая. Я ещё попробовала одну маечку, но я думала, что она будет очень секси, такая женственная, но нет. Так, а я бы сюда какой-нибудь другой одела. Надела. Да что мы сегодня донали? Отдела, да, отдела. Пусть люди резвятся потом в комментариях, ничего страшного. Осень на Лазурном берегу. У нас такая осень-сентябрь 30 градусов. Вот буквально у нас ещё неделя так походит. Да, шоколадный бомбер совершенно замуж и роскошный. Тебе удивительно идёт этот цвет. Это потрясающе. Прямо как-то по-другому расцвела. Да. С белым так красиво. И вот такие джинсы. Такая большая в них, да? Угу. Ну, это всё то, что было всё-таки на месте. Просто вот шоколад с белым очень красиво, очень свежо. Да. Это маечка перламутровая. Тысячи стоит. Лора Пьяна. А здесь вот сейчас мы посмотрим, сколько стоит этот. 349. Великолепного качества. Да, я к тебе говорю. Массимо Дути. Кожа замша. У них потрясающе. И вот кто скажет, что это не The Row? Никто. Только я. Только я. Я просто уйду с покупками в этот раз. Честно. В общем, твой фаворит. Та юбка и этот. Да, та юбка и вот рубашка леопардовая. Макосины замшевые. Очень мне понравилось. С юбкой. Очень удобный. Очень комфортный. Леопардовая блуза. И вот этот бомбер. Да. Коричневый цвет. Тёмный шоколад. Кстати, можно даже, я думаю, с юбкой будет хорошо тоже. Всё, может быть. Ну что, для одного выпуска. Так и достаточно. Это только начало. Это самая ранняя осень. С учётом на улице 30, а мы вот не для вас такого осени. Мы, кстати, не вышли за пределы одного торгового центра в самом центре Старой Риги. Массимо Дутия, это не лучше здесь, конечно. На других магазинах более... Ну, мы и здесь нашли, что показать вам, друзья. Что, Карина, конечно же, не с пустыми руками возвращается домой, как вы поняли. Даже в маленьком, самом маленьком в мире Массимо Дутия, Карина нашла, что утащить в свою норку. И вообще вам всем рекомендую зайти в Массимо Дутия, потому что вот эти жакеты с накладными карманами, именно замшевые, бежевые, шоколадные, немножко потёртые. Поверьте, в тотем даже они будут стоить больше 2000 евро. А Zero, 5, наверное, все, 6. Поэтому за 395 евро... Надо бежать, хватит, бежать, да. Пока есть дело. Кстати, купила XS и хотела бы S, в общем-то. Но сказали последний, всё. Проверили все магазины Риги Массимо Дутия. Их уже разобрали. Так что ищите на сайтах, друзья, если что, если вам что-то понравилось. Пишите, да, что вам понравилось больше. А наш поход по магазинам, обзор осенней коллекции... Только начинается. Только начинается, да. Всё, до скорых встреч.